Good morning, доброе утро всем! Итак, сегодня у нас на дворе 10 июня, время без 15.11. Вчера целый день я простоял. Кто смотрел прошлый выпуск, тот знает, что я приехал позавчера вечером, где-то, скажем, полдесятого. За 4 минуты до окончания, за 4 или за 6 минуты рабочего времени я нашел паркинг, остановился. Мне не хватило буквально 50 километров доехать до Гетеборга. Но там дофига чего не хватило, и километра бы мне не хватило, и времени не хватило. Короче, как в курсе, вы в курсе, что я еду, должен ехать домой. По сути, я должен был сегодня ехать домой, как было запланировано на пароме. Ну ладно, отстоял вчера целый день, звонил, напоминал о себе, блин, присвонил. Блин, офигеть, отстоял целый день. Артур там уже извинялся, я говорю, Артур, я это понимаю, но вы объясните им, что, блин, мне нужно быть в понедельник, блин, Дагуфилс. У меня в среду, блин, важное мероприятие, которое я не могу отложить. В четверг у меня важное мероприятие, которое я тем более не могу отложить, иначе, блин, мне придется выплачивать по новой проходить кое-какие вещи. И вот сегодня утром он мне звонит и говорит, будет вечером у тебя... А, сегодня, говорит, ты не уедешь. Я говорю, молодец, ты меня, типа, блин, удивил, что ли? Я по-любому сегодня не уеду, даже если бы я сейчас бы поехал в Травымунде, я бы сегодня не уехал уже. Потому что до Травымунде ехать, грубо говоря, 10 часов. Ну, 9. Это я был бы, даже если бы я в 6 был вечером, и никуда, и бы не поехал, потому что я бы не собрался и не сдал бы прицеп. Вот. Но он говорит, они дают тебе план. Под вечер ты поедешь под Гёте-Борг, там загрузишься, оттуда поедешь в Мальмо, там выгрузишься, и тогда только поедешь в Травымунде. Я говорю, подожди, и когда я буду в Травымунде? Он говорит, ну, завтра в 5 вечера. Я говорю, ты зашибись вообще. И что дальше? Ну, и сразу домой. Я говорю, сразу домой. Ой, такое ощущение порой, что, блин, диспетчера, ну, не понимают ситуации, что сдача, сдача машины, приемка сдачи занимает 4 часа. Это нужно машину заправить. Это нужно машину убрать. Это нужно собрать все свои вещи, которые ты забираешь домой. Собрать свои вещи, которые ты оставляешь на базе. Помыть внутри и помыть снаружи. Это в среднем занимает 3-5 часов в случае, если нету очереди на мойку и на заправку. Я говорю, я тогда и завтра не уеду, понимаете? На чем я поеду? Я буду готов, если я приеду в 6, я сам ранее буду готов в 10, пол-одиннадцатого. Не, ну, бывают случаи, там помогают коллеги. Да нафига мне надо, чтобы кто-то здесь мне помогал. Я сам все могу сделать. Просто нужно все делать правильно, корректно. Тогда мне, получается, ехать надо либо, блин, в воскресенье. Рано утром, блин, и в воскресенье ночью на понедельник приехать домой. Короче, блин, офигеть, такой облом, блин. Причем, блин, все прекрасно знали, блин. Я постоянно напрягал. Вот с этими делами в Хестеркампе, конечно, дела обстают, блин, очень странно, блин. Очень странно, очень часто человек, который надо ехать домой, зависает. Его куда-то отсылают, блин. Он рассказывает диспетчеру, человеку надо домой ехать. Он стоит в Траве Мунде, в Траве Мунде стоит в Четверке. Его отсылают полторы тысячи километров. Ну, блин, это же, блин, бред. Еще совсем, блин? Полторы тысячи километров. Туда-обратно, типа, смотайся. Ну, блин. Нормально так. Конечно, он никуда не поехал, блин. Нету проблем, я считаю, для Хестеркампа. В таких случаях поменять прицепы. Дай, дай, че там есть, которые работают на коротком плече. Ну, так запить, пускай поедет на Фа-экспресс. Ничего страшного, не случится, блин. Дали прицеп, сказали, езжай, он поехал. А короткое плечо там, туда-сюда смотаться на денек. Туда и обратно приехать ночью, там, пятницу. Четвергай на пятницу. Какие проблемы? Нет, я думаю, они так и сделали, но просто... Это неправильно. Порой хочется так восмущаться, вот такие случаи, сказать, идите вы нахер, я никуда не поеду. Я поеду только в сторону Травы-Мунду. Неважно, сегодня, завтра, послезавтра, послезавтра. Давайте мне задание, блин. Я еду в Травы-Мунду. Никаких, блин, там, выгрузок-загрузок, блин, нифига себе, блин. Ладно, потом он мне звонит и говорит, ты готов немного переработать? Не надо, блин, мне такие вопросы задавать. Я не готов и не собираюсь немного переработать. Мне это не надо. Потому что ваше немного, потом выливается полтора-два часа. Ну, там ситуация, якобы там паром они могут не заказать. Я говорю, а что мне паром? Вот скажи, говорю мне, в смысле переработать? Он мне говорит, у тебя план такой, ты едешь в сторону Мальмо, там за Мальмо ездит. Это мне вот 260 километров. За Мальмо. Едешь туда, загружаешься там. А, тебе привозят прицеп, ты берешь прицеп, едешь за Мальмо, загружаешься там и едешь в Травик сдавать прицеп. Я говорю, ну и что? Ну, просто если ты готов переработать, то ты приедешь сегодня вечером. Я говорю, если я не готов переработать, ну, тогда завтра. Я говорю, понимаешь, мне нету разницы, когда я приеду сегодня вечером с нарушениями, либо завтра утром без нарушений. Потому что того толку от того, что я приеду сегодня вечером, ну, скажем там, в 9 часов вечера, в 8, нету, никто меня не будет ждать, ни на чем я не поеду домой. Поэтому нафига козе баян? Я просто поеду, блин, спокойно. Если я буду видеть, что я не успеваю, я встану на паузу, 9 часов отстаю и поеду дальше. И приеду я туда утром, и все будет нормально. Подготовлюсь, спокойно уеду. Ну, они там типа паром. Да не нужен мне этот паром, блин. Нафига мне на паром ехать куда-то там в трейлиборг, блин. Если я могу так. Будет паром? Будет. Будет паром там типа, я говорю, паром идет вечером. Я спокойно на него бы успел. 9 часов, 8 часов утра, я в травы. Без проблем, без всяких проблем. Но если они не могут заказать паром, да и пикси им. Я говорю, мостер, можете заказать? И забронировать мне этот самый, как он называется, паром. Родби, Путтенгарден. Я говорю, все. Я посчитал, что мне 260 километров, это сколько там, часов. Ну, грубо скажем, 4 часа. И потом туда еще большое расстояние. Там у меня получается времени вождения притык 10 часов. Получится доехать, доеду. Не получится доехать, не доеду. Нарушать я ничего не буду, даже в этом случае. Ну, повторюсь, одно дело 10-15 минут, знаете. А другое дело, когда тебе час-полтора. Посмотрим, если получится, то сегодня, может быть, и приеду. Да, чтобы не было задержек на пароме и на дороге. Я вел там, получалось 9.47 езды. Ну, скажем, если будет показывать 9.5 часов, то нормально, успею. Ну, ладно, ребята, и что еще хочу сказать. В принципе, это завершающий мой рейс в этой каденции, да. Заранее говорю спасибо всем, кто был со мной эти дни, кто подписывается на канал, кто смотрит, кто ставит пальчики вверх. Хотя там почти никто не ставит, кроме меня, наверное. Еще пару человек. Ну, ладно. Пальчик вверх это не для, как он бесит, не для самооценки. Пальчик вверх, он продвигает видео на ютубе. Один пальчик вверх продвигает видео намного меньше, чем два пальчика вверх. А два пальчика вверх на очень много, чем на 50. И т.д. и т.д. Как-то вот так. Ну, ладно. Буду надеяться, что все получится, а сейчас прислал, говорит, до трех часов надо успеть. Ну, блин. До трех часов. Ну, я что могу? Я, блин, все сделал, как и надо. Тем более, я сначала спрашивал про фиксинг тайм. И показывай, 3.20 мне ехать. Я не могу быстрее ехать, чем я могу ехать. Это будет, конечно, тоже облом, если я еще туда не успею. Нормально так. Позвонил диспетчеру и задал вопрос. Ты написал до трех. А до трех что? Нужно закончить загрузку или зачекениться? Он говорит, ну, загрузку, я говорю, а как я могу знать, что нужно закончить до трех погрузку? Как от меня это может зависеть? Я вот приезжаю в 14.15. Было 14.18, сейчас 14.12. Что дальше? Это время чекина или загрузка? Я не знаю. Говорю, так вот надо узнать. Просто если это время чекина, это одно. А если это чекин может быть и до двух, и до часу, и что тогда? Вот такими вот проблемными, блин, вариантами, блин, я добираюсь до дома. Уже не первый раз. А я вам понять. Вопрос диспетчерам Хайстеркампа. Вы что, не следите за сообщениями Полины? Полина – это девочка, которая планирует наши отъезды. Если она сказала, что она во вторник написала, что я еду домой в пятницу на пароме, значит, диспетчер должен эту информацию был прочитать. Вопрос. Знаю я о такой ситуации сейчас на Файл Экспресс, что работы мало, и я зависну в Швецию. Какого хрена ты меня сюда посылаешь? Опять же. Вот зачем это делать? Почему нельзя было опять же дать мне, блин, поработать на другой линии, а вместо меня послать другого человека на Файл Экспресс хотя бы вот на эту неделю? Не первый раз я уже, блин, стал здесь в ситуации, когда диспетчер, блин, якобы, блин, не знает, что я еду домой. И говорит, ой, спасибо, что напомнил. Ой, как ты? Ой, спасибо. Это ты должен был мне напомнить, во-первых, а не я тебе. Потому что у тебя есть информация. У меня ее нету, когда я еду домой. Я просто сам знаю, что я еду на этой неделе домой. А когда в пятницу, субботу или воскресенье, я не могу знать. Нет, это вся информация у тебя, и твои, как бы, я думаю, что обязанности, как диспетчер, блин, сделать так, чтобы я уехал в то время, как указано у Полины. Бывают нюансы, но не такого же плана. Если ты отсылаешь меня, блин, мне неделя остается, я выезжаю на работу в среду, в среду я выезжаю на работу, и еду на остров, с которого хрен узнает, когда я вернусь. Зачем это делать? Естественно, нужно было меня поменять на кого-то и послать меня на любую другую каденцию, которая недалеко, с гарантией того, что я вернусь в пятницу, в субботу. Теперь я, например, не знаю, когда я вернусь. Это просто, блин, жесть. У меня все летит кверх ногами. Это, блин, вот непонятно, как вот работает. Те, главное, когда говоришь, ты читал письмо от Полины? Какое письмо? Заши письма. Я говорю, Полина послала тебе письмо, и там указано, что я еду, блин, такого-то, и так-то, таким-то способом. Почему ты не читаешь? Надо звонить. Да, главное, диспетчер не могу дозвониться. Это директор. Серьезный разговор есть, блин. У меня серьезные дела назначены, блин, и даже не на эту неделю, не на следующей неделе. Три серьезных дела. Четыре у меня серьезных дела. И все вот так вот летит, блин, за безалабельностью, грубо говоря. А потом говорит, что это Файкспресс. Это не Файкспресс. Файкспрессу похер, кто сидит на... Кто везет его этот самый прицеп. Ему похер, блин. Олег, Василий, Петя. Ему главное, чтобы кто-то вез. Надо, блин, было на собрании этот вопрос тоже поднять, обсудить, блин, что диспетчер должен менять человека, если он на следующей неделе домой, менять с дальних краденций. где есть вариант того, что он не сможет быть ни в Волдензале, ни в Травы Мунди в эти дни. Потому что, блин, какая-то фигня происходит. И я вот слышу от коллег тоже, блин. Каждый раз такая фигня. И потом сваливать все на экспедицию не надо, блин. Надо самому работать и думать. Если есть какая-то такая вероятность того, что человек не приедет на это, значит, нефиг, куда отсылать. Я очень надеюсь, что меня примут. Когда ладно, фиг с ним. Но все равно этот вопрос я подниму. Я должен быть, и не только я, любой водитель должен быть уверен, что он уедет домой, блин, в назначенные сроки. То есть до воскресенья включите. Они должны думать, переживать. Потому что все мы люди, и нам дается кому-то одна неделя, кому-то две недели. И эти отъезды потом, вот если сейчас, например, меня не примут, я буду стоять до понедельника, значит. И сомневаюсь, что я поеду с кем-то меняться прицепами, блин. Не, ну все возможно. Но чтобы я с кем-то поменялся прицепами, которые едут на материк, мне нужно сейчас поднимать шумих. А так, блин, до понедельника, блин. В понедельник я приеду только, блин, на базу. К вечеру, блин. И значит, поеду я во вторник. Зашибись, блин. Короче, блин, куча звонков. Никто не поднимает трубку. Дозвонился я до этой фирмы, в которую я еду грузиться, блин. Там куча передвисаций. Короче, переговорил с одним, со вторым, третьим. И, ну, сказал, что я водитель FI-Express, еду к вам. У меня есть заказ на погрузку, на агент, полива. И я буду у вас полтретью. До скольки вы работаете? И если я в это время приеду, буду ли я грузиться? Сказал, вроде что они работают 23. Ну, окей. Я говорю, а чекинь до скольки? То ли он сказал до 4, то ли до 14. Я так плохо. Понял, там, связь такая не особо. Но в любом случае он сказал, ой, если я приеду полтретьего, то все в порядке, меня типа приедут. Я очень надеюсь, что не перепутал дни, что сегодня пятница, а он рассказывал четверге. Так что вот так. И потом Полиночка звонила, сказала, что меня видят, что я далеко, что я сегодня точно не успею на паром. Завтра, если мне нужно там, то я могу, у меня выбор будет, либо автобус, либо паром. Посмотрим. Конечно, на пароме лучше, но придется поздно вечером приехать тогда. Что делать? Ну, это самое. В Ригу. Ну, а что, что делать? Главное, чтобы в воскресенье приехать в Ригу. Это очень важно. Я очень надеюсь, что я буду в воскресенье в Ригу. Да, это очень важно. Мне нужно. Какой лес, блин, классный. Сказочный лес. Погода, конечно, не сказочная, но офигеть, как красиво. Такой слева еловый. Какой-то смешанный лес, но еле такие, такие, блин, елки. Так мне, я в 14-13 приезжаю, по какой-то там дороге сейчас все-таки непонятно. По националке, где-то там должен выйти на другую, наверное, дорогу. Потому что тяжеловато здесь ехать. 2.35, мне можно ехать до паузы. Но это уже не главное. Главное, чтобы меня начали грузить. Вот это главное. Ладно, ребята, едем. Парк, в зоне. В Швеции хорошо. Можно, блин, на любой, блин, националке найти, блин. Парк. Это мне нравится. Ну, а там, где лес, там ночный туалет есть, правда. Главное что? Главное, аккумулятор не посадить в это время. Наверняка мне придет куча вопросов, блин, по холостому ходу. Вот паркинговое, ну, место для, как называется, карман. Не паркинг, карман. Вот потому что я, блин, за это время, пока стоял, блин, опускалось напряжение. Аккумулятор. Заряд. Ладно, все. Вроде все получилось. Фу, дождались они меня. Ну, там, по-моему, до полтретьего работает. Вообще-то написано на воротах. Ну, конечно, этот чудак, который меня грузил, говорит, сегодня грузить? Я говорю, ну, конечно. Такой, ну, ладно. И что-то мне так подозрительно. Все это так дело выглядит. Потому что не было у них 50 палетов. Там не палеты, там клетки. А было такое 34. И он говорит, 50, это надо сдать в понедельник. Прикиньте, да? Как все хитро задумано, блин, здесь. Продумано, блин, уфа-экспресса. Они знали, что нету, блин. Я сообщил диспетчеру, говорю, такая ситуация, нету. Он мне потом говорит, перезвонил, говорит, загрузи сколько есть. Я говорю, ну, я уже загрузил, кстати, 34. Едем по большому счету. Я просто сообщаю, что их всего 34 было. 50 нету и не палетов, как написано, а койлсов. То есть, как летов. Так что, ну, ладно, едем. Также я узнал информацию, что на базе мест почти нету. Там ребяток приехали, которые рамштайн возят. 14, по-моему, этих самых прицепов поставили. И, блин, фиг его знает. Будут ли места или нет. Говорю диспетчеру. Он говорит, ну, что ты там не найдешь места? А где? Я говорю, найду место, если его там не будет. Я говорю, у вас есть какой-то запасной вариант, где мне прицеп оставляют? Офигеть. Ну, что ты там? Я говорю, ничего, я там. Я тебя предупреждаю. Что вот такая ситуация, что, возможно, не будет места. Так что, вот так, ребята. Ладно, все это фигня, блин. Брошу где-нибудь, блин, в лесу прицеп и уеду нахер. Поставлю им точку. Кому там эти клетки не нужны? Колеса снимут, что ли? Ладно, главное, что загрузились. Главное, что мы едем на базу. Ехать мне 432 километра. Показывает, что в 6 часов в 15 минут ехать. Этот показывает. Этот показывает типа 6,40. Солнышко вымело. Так же настроим. А этот показывает 7 часов 7 минут. И везде 435 километров. Давайте посчитаем. 435 на 80. Это получится 5 часов. 5,5 часов. Почему 6,14? Потому что он считает уже с паромом. Но мне главное, что езда по времени рабочим мне хватает пока. Мне 10 часов все можно ехать. Мне главное езда, потому что там паром будет. Так что, возможно, я даже сегодня и приеду, если не будет никаких пробок. Фух. Но сейчас в данный момент мы едем на... Мы едем на мост. Опять. И оттуда уже пойдем на Ротби. И с Ротби уже на пароме до Путингардена. И от Путингардена уже пойдем на Травену. Там, по-моему, 160 километров может ездить. Я не знаю, паузу делать, не делать. Посмотрим. Кушать как бы хочется чуть-чуть, но не особо. Сейчас перекусил, съел йогурт. Достал себе печенье. Буду печенье по дороге грызть. Посмотрим. В принципе, у меня-то ужин есть. Он, картошка у меня пожарена с вчерашнего дня. Я вчера пожарил свечи специально с сосисками. Картошка типа фри. А почему вот не показываете, сударь? Да, кстати, легковые машины не знают такой вещи, что надо показывать, когда ты заезжаешь на кольцо, когда ты проезжаешь кольцо, ну и, соответственно, когда ты съезжаешь с кольца. Я, кстати, сейчас после фуры стал показывать, если я не заезжаю с кольца направо, а проезжаю мимо, значит, включаю левый поворотник. Так, кстати, когда учился на грузовике, так тоже учил инструктор, что так надо делать. Я сначала не понимал, зачем, но теперь понимаю. Ну все, ребятки, едем, значит, мы сейчас будем выходить на трассу, на ту трассу. Интересно, она на Мальму пойдет или... Я не хочу через Мальму ехать, там, блин, такая пробка может попасть, что мама не горюет. Пришлось немножко крышу поднимать, а потом опустил до середины. Она не в самом верхнем положении сейчас, не в самом нижнем, в среднем положении нормально. Так, ну все. Вышли на трассу. Сейчас посмотрю, что там у меня. Следующий обзор маршрута. Куда там у меня мост? Может, покажет? Какие-то платы. 136 километров. Значит, 136 километров, ребята, мне там осталось. Это почти 2 часа. Все, ладно. Едем, 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 едем. В Трава Мунда едем. И завтра домой. Главное, чтобы с машиной все в порядке было. Сол, 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 сол. Итак, други мои, мы уже в Родби, значит, едем, как обычно, уже обычным маршрутом. Сейчас будем заезжать под шлагбаум. Очень смешно. Вот хорошо, когда ты знаешь более-менее английский язык. Я сделал распечатку. Из распечатки вышла такая просто бумажка с какими-то номерами. Я подошел, объяснитесь мы, он дал ему свои бумажки, у меня записано. Все в порядке. Я говорю, еще раз попробовать, потому что я там все завершил. Говорит, не, не надо, все в порядке. Просто не... Там должна бумажка выйти такая со штрих-кодом. Они тогда быстренько сканируют, и выдается мне билет. Так, тринадцатая у нас Лайнс. Вот, только что, по-моему, уехали, ребята. Нехорошо, когда ты не первый раз уже здесь. Так, тринадцатая, он справа. А, ну вот мы, наверное, да, уехал паром. Все кругом пусто. И мы... Вот интересно, посмотрите, а где? Где Андрюха сейчас? Сейчас мы глянем. Потому что Андрюха где-то здесь. Он любит здесь стоять. В рутбе. Во-первых, у него Вольво. Вон там какой-то стоит Вольво. Сейчас посмотрим. Я был. Где Андрюха? Сейчас поищу. Только меня показывает, где я нахожусь. Так, я вот здесь. А Андрюха где? Ладно, хотел посмотреть. Думал, там Андрюха где-то рядом. Может быть, он часто здесь стоит. А, нет, Андрюшки нет. Он, нахожусь, в Германии. Пользуюсь я для... У нас программа есть. Навигатор Zainline называется, да? Ну, их много всяких разных программ, где ты можешь смотреть, где кто находится. Но это вроде такая интересная. Но до конца я интерфейс не понял еще. Но сам факт, что она отмечает твои места, где ты был когда-то там. Вот. Я посмотрел он где-то в Германии. Коля в Германии, он в Германии. Леха в Лепые. Рома в Риге. Так что вот такие вот дела. Не удалось встретиться. Сейчас мы попробуем. А, это подошел паром или... Подошел паром. Да, надо будет... Не буду я выходить с парома. Я пойду... Не пойду, а здесь прямо и покушаю. Так скажем. Поужинаю. У меня картошка есть. Надо ее доедать уже сегодня. На три раза. Там много картошки у меня разделить. Чтобы поесть и доесть. И не выбрасывать. Холодильник надо будет. Там уже ничего не остается в холодильнике. Сыр еще остается. И печенье у меня остается. Ну, хлеб там еще и каша. В принципе, и супчики 5-минутки. Два супчика 5-минутки. Две каши у меня осталось. И хлеба резаного. И сыра. Все. И два йогурта. Так что нормально я уложился. Лишнего ничего нету. И... Всего хватило. Ладно, а теперь мы стоим на линии номер 13. И ждем начала погрузки. Только не помню. Вот тот пришел паром. Сейчас будет выгрузка. Да, вот пришел паром. Сейчас выгрузка будет. Потом начнется погрузка. Мы вроде начинаем движуху. Главное, чтобы я не загружился красный свет. Зеленый-зеленый нам горит. Едь, едь. Че ты встал? У тебя зеленый, блин. Какой-то швед тормоз какой-то. Не на тот светопор смотри. На слой. Ты, блядь, парень, не че так? Дебил, блядь. Нифига себе, блядь. Дебил будет скрыться, блядь. Месется, блядь. Я в Бразилии самый-самый борт. Ну, а че ты так хорошо заехал? Что ты там стоишь? Че ты там не едешь? Че ты там стоишь? Че ты там не знаешь? Нифига себе. Че ты выйдешь? Че ты там чтоиган web infrastructure? Че ты там не midnight? Странный какой-то парень Все, приехали Что нам покаркивать? Нам показывают что? Нам показывают 111 километров от этого места Здесь, по-моему, 12 километров надо проехать Ну, не нам, а парому Тогда все окейно будет Что-то он так вот Странный, ладно Тогда останется 100 километров И он мне показывает час Два часа у меня еще езды есть Ну, я думаю, что я успеваю сегодня отлично Ну, все, ладно, сейчас ужинаем